19 июня 1987 года самолет як-40 авиакомпании аэрофлот выполнял пассажирский рейс 528 по маршруту одесса-бердянск на борту самолета находились 29 человек самолет пилотировал экипаж из сотоволётного отряда ранее в этот день экипаж уже выполнил рейс 551 из запорожья в одессу теперь же предстояло выполнить рейс 528 из одессы в бердянск после проведения предполетной подготовки экипаж получил прогноз погоды в бердянске согласно которому ожидалось 7 бальная кучевая облачность высотой 800 метров и с верхней границей 8 километров дымка ливневый дождь гроза ветер северо-восточный умеренный видимость 6 километров получив такой прогноз погоды командир принял решение на вылет в 10 часов 7 минут як 40 вылетел из одесского аэропорта и после набора высоты занял высоту 6300 метров на его борту находились пять членов экипажа и 24 пассажира в 10 часов 58 минут экипаж перешел на связь с диспетчером командно-диспетчерского пункта бердянского аэропорта и доложил ему расчетное время прибытия а также запросил фактическую погоду в аэропорту в ответ диспетчер дал им сводку погоды за 10 часов 50 минут согласно которой в районе аэропорта наблюдалась сплошная облачность высотой 210 метров умеренный северо-восточный ветер видимость 4 километра а также диспетчер указал давление аэропорта и что посадка будет осуществляться по курсу 90 градусов при этом предупредив о влажный взлет на посадочной полосе в 11 часов 8 минут с борта самолета доложили о занятии высоты 2100 метров и запросили разрешение на дальнейшее снижение в ответ диспетчер дал указание что они находятся на удалении 75 километров от аэропорта по азимуту 260 градусов а также дал команду пока сохранять высоту 2100 метров но так как самолет летел в мощных дождевых облаках то экипаж запросил разрешение снизится на что им было дано разрешение снижаться до высоты 1200 метров а занятие этой высоты было доложено когда самолет находился в 65 километрах от аэропорта далее диспетчер разрешил снижаться до высоты круга 500 метров экипаж начал выполнять снижение при этом в нарушении инструкций не назвав какую схему захода на посадку они выбрали в 11 часов 11 минут диспетчеру кдп поступила информация от метеонаблюдателя что с юго-запада подходит гроза при этом видимо снизится до 2000 метров а так как на бпрм метеонаблюдатели отсутствовали то метеорологический минимум аэропорта составлял 2500 метров в таких условиях диспетчер должен был закрыть аэропорт и дать указание экипажу следовать на запасной аэродром но он этого не сделал в 11 часов 12 минут метеонаблюдатель повторно доложил что наблюдается дымка и ливневый дождь а видимость составляет 2000 метров однако диспетчер кдп и на сей раз не стал закрывать аэропорт а также замерять новые значения коэффициента сцепления в условиях ливня заместитель начальника аэропорта в тот день был за диспетчера посадки но он также не стал закрывать аэропорт и направлять рейс 521 на запасной аэродром а заодно не сообщил диспетчеру кдп что посадочный радиолокатор показывает наличие грозовых очагов которые препятствовали выполнению захода по системе рсп не получив данных о реальной погодной обстановке экипаж не смог принять своевременного решения уходить на запасной аэродром инженер синоптик при этом также нарушил инструкции когда не сообщил о необходимости выезда метеонаблюдателя на бпрм в 11 часов 16 минут экипаж спросил какая в аэропорту видимость и работает ли радиолокатор на что диспетчер кдп ответил что видимость составляет 2000 метров а радиолокатор работает тогда экипаж принял решение садится в аэропорту по системе рсп по установленному для этой системы минимуму 1000 метров не зная что из-за грозовой деятельности эта система не работает в это время с диспетчером попытался связаться метеонаблюдатель который намеревался его предупредить о шторме но тот сказал что он занят и не стал его слушать в данной ситуации метеонаблюдателю стоило вновь связаться с диспетчером кдп а также с диспетчером посадки но он этого не сделал в 11 часов 18 минут до аэропорта самолету оставалось 20 километров когда диспетчер кдп дал указание переходить на связь с диспетчером посадки в 15 километрах от аэропорта и на высоте 400 метров экипаж связался с диспетчером посадки и получил указание повернуть на курс 95 градусов так как их отнесло влево на 300 метров помимо этого диспетчер посадки предупредил что в шести километрах от взлетно-посадочной полосы и ближе радиолокационный контроль отсутствует что исключало заход на посадку по системе рсп но экипаж не стал принимать решение об уходе на второй круг затем в 11 часов 20 минут пилоты получили информацию что они вошли в глиссаду на высоте 400 метров а также получили разрешение снижаться тогда экипаж доложил о выпуске шасси и о готовности к посадке на что получил разрешение тем временем диспетчер кдп связался с метеонаблюдателем и запросил у него данные о погоде на что тот сообщил что небо полностью затянуто дождевыми облаками высотой 210 метров идет ливень гроза дует умеренный западный ветер видимость составляет 500 метров диспетчер кдп усомнился в видимости 500 метров и потребовал сделать контрольный замер при этом не диспетчер кдп не метеонаблюдатель не стали передавать диспетчеру посадки о сложных метеоусловиях а потому тот не смог предупредить об этом экипаж як-40 заходил на посадку выше глиссады и с уклонением вправо и приборной скоростью 250 километров в час в таких условиях согласно руководству полетной эксплуатации скорость должна составлять 220 километров в час так как экипаж не знал фактических данных о ветре а также из-за ошибки командиров техники пилотирования на участке выравнивания самолет прошел входной торец взлетно-посадочной полосы на высоте 50 метров при скорости 250 километров в час приземление произошло в 1500 метрах от входного торца взлетно-посадочной полосы и примерно в 1000 метрах от выходного торца на скорости 208 километров в час из заводного слоя на поверхности полосы возник эффект гидроглисирования то есть тормоза оказались неэффективны после пробега самолета по полосе 780 метров экипаж из-за сильного ливня ограничивающего видимость потерял свое местоположение что в сочетании с угрозой выкатывания привело к тому что пилоты приняли решение взлетать не зная что до конца полосы осталось 220 метров при взлетном режиме двигателей авиалайнер пробежал оставшиеся расстояния по полосе выкатился на концевую полосу безопасности пробежал ее всю и выехал на рыхлый грунт так как рыхлый грунт начал тормозить самолет а впереди имелись препятствия то экипаж в 450 метрах от выходного торца взлетно-посадочной полосы прекратил взлет продолжая следовать по инерции як 40 выехал за границы аэродрома и спустя 95 метров врезался правой плоскостью крыла в будку при этом от удара часть плоскости оторвало продолжая движение авиалайнер снес два дерева переехал шоссе после чего выкатился на поле перевернулся на левую плоскость крыла разрушился и загорелся непосредственно на месте погибли пять пассажиров позже в больницах от полученных травм умерли обе стюардессы и один пассажир таким образом всего в катастрофе погибли восемь человек расследованием причин катастрофы самолета як-40 рейса 528 занялась министерство гражданской авиации ссср согласно отчету причинами катастрофы явились следующие обстоятельства посадка самолета в аэропорту бердянск производилась при опасных метеоусловиях прогноз погоды по которому экипаж принимал решение на вылет и прогноз погоды на посадку не оправдались метеообеспечение и управление воздушным движением на аэродроме бердянск организованы неудовлетворительно нарушение диспетчером кдп руководящих документов обусловили посадку самолета в условиях ниже минимума аэродрома отсутствие у экипажа фактической метео информации и не принятие ими мер по предотвращению авиационного происшествия начальник авиаметеостанции не обеспечил работу техников наблюдателей в полном составе вместо двух работал один по этой причине наблюдения на бпрм в нарушение требований не были организованы инженер синоптик при ухудшении видимости до 2000 метров и ниже не доложил диспетчеру кдп о невозможности организовать метеонаблюдение на бпрм и не составил корректив действующего прогноза погоды отсутствие у экипажа данных о фактическом направлении и скорости ветра при полете по курсу и глиссаде ошибка командира в расчете на посадку с перелетом при большой путевой скорости привели к посадке с перелетом на полторы тысячи метров и созданию сложной ситуации неправильные действия экипажа при пробеге по взлетно-посадочной полосе покрытой осадками не использование полностью всех средств торможения привели к переходу сложной ситуации в аварийную решение командира в нарушении руководства полетной эксплуатации як-40 на производство взлета и вывода двигателей на взлетный режим при отсутствии необходимых условий для взлета при ограниченной видимости привели к переходу аварийной ситуации в катастрофическую также в ходе расследования комиссия выявила целый ряд нарушений в работе управления воздушным движением и метеослужбы на бердянском аэродроме а также и в организации летной работы в сотом летном отряде запорожского объединенного авиаотряда причиной катастрофы явились нарушения правил полетов экипажем правил управления воздушным движением диспетчерами увд и неудовлетворительный уровень организации метеообеспечения и управления воздушным движением смотрите также 2 октября 1978 года самолет як-40 авиакомпании аэрофлот выполнял регулярный пассажирский рейс ульяновск волгоград тбилиси и обратно но при посадке в аэропорту тбилиси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился за пределы взлетно-посадочной полосы и